Часто зрители мне задают такой вопрос Какие боги существовали в русском ведизме? Богов очень много, я это знаю потому, что мне пришлось профессионально преподавать культурологию И нигде не будь, а в Академии славянской культуры Просто богов наших ведических не изучают больше ни в одном учебном заведении Ну и тогда я убедился, что к сегодняшнему дню их существует более 50 Но это не означает, что каждый из них оригинален Исторически было 4 бога, 2 женщины и 2 мужчины Если их перечислить по порядку, первой была богиня Макош, затем была богиня Мара Далее бог Род и последний бог Яр Что касается остальных богов, это либо отдельные ипостаси Ну то есть свойства перечисленных богов Которые были персонифицированы в виде конкретного нового бога Либо это просто как бы другой вариант в другую историческую эпоху Того бога, который уже существовал Так что не надо думать, что у нас, как часто пишут, было многобожие И якобы позже наступила единобожие Это не совсем так Потому что подлинное единобожие существует только в исламе, где есть Аллах Даже если мы берем христианство То там бог един в трех ипостасях, в трех сущностях Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой Так что тоже не совсем единобожие А вот если говорить о русском ведизме То когда-то была только одна богиня Богиня Макоши Все остальное это ее производная То есть либо ее функции, переложенные на кого-то Кто сначала был ее жрецом или жрицей А потом стал самостоятельным божественным существом Либо это просто другое название того бога, который уже существовал Вот это я специально предупреждаю Чтобы тут не было путаницы То есть изначально все-таки это была единая богиня Макоши Хотя и называлась она не совсем так Она называлась Магиня А все остальное это более короткие ее названия Далеко не всем удобно произносить те слова, которые удобно произносить русским людям Поэтому заменяются названия на близкие, на похожие Но все-таки они звучат иначе Ну вот допустим Скажем имя бога Яра Или точнее Яровый По-гречески звучит как Йоргий И отсюда мы когда назад это слово берем Мы уже его произносим как Георгий Потому что у нас Г мягкое не звучит как Йод И поэтому Йоргий мы не произносим Так же как допустим мы заимствовали и их слово Айел Напишем Ангел Там никакого Н нет Там просто два Г Но они вот мягко произносятся Айел Вот это я говорю к тому Что естественно любой этнос Когда заимствует религию А через нее другое мировоззрение Он как-то должен согласовать это мировоззрение Со своим собственным Которое было у него из коней Поэтому вот эти наложения Вот как буквы могут накладываться друг на друга Образуя лигатуры Так вот и определенные представления Связанные с тем или иным богом Могут накладываться друг на друга И даже лидический бог может получить имя Какого-то конкретного бога данной религии Вот отсюда такие совпадения по функциям Хотя вроде именно различные Это я для чего говорю Дело в том, что очень часто считается Что у нас на Руси До христианства было не ведическое А именно языческое мировоззрение Это верно от очень небольшой части В целом все-таки у нас был лидизм Вот если мы берем Древний Рим Или Древнюю Грецию Вот там действительно лидизм был Такой этнически окрашенный То есть язычество А у Руси Трудно сказать, что было язычество Хотя небольшой период был Ну это когда уже основные боги Стали плохо пониматься Тем более это было На различных периферийных участках Руси Ну скажем в Киеве В Киеве был подол На котором Ну это место, где стояли Изображения богов Так вот К тому времени уже забыли функцию Богини Макоши И ее задвинули во второй ряд Хотя в принципе она должна быть В первом ряду Поскольку это основная богиня Богиня основоположник всего Но к тому времени Уже очень широко были известны Такие боги Как допустим Перун Или Велес Вот ими не только обожились Ими их именами подписывали договоры Скажем договор 1911 года с греками Более того, когда я был в Нижнем Новгороде Там стоит христианский храм На восточности которого Сквозь забеленную штукатурку Я прочитал выпуклую надпись С надписью Велес То есть это был когда-то храм Велеса Но позже, когда христианство распространилось В том числе и на Нижегородскую губернию Естественно это стал христианский храм Это я к тому, что есть тесная связь Между христианством и ведизмом Но любой человек понимает, что если строится дом То у него должен быть очень глубокий фундамент И если существует такая мировая религия Как христианство Понятно, что оно не могло возникнуть вот так Вот по щелчку пальца И буквально там за год заду Оно должно было иметь очень большую предысторию Вот эта предыстория как раз и является русским ведизмом Что было сделано в эту предысторию? Вот в свое время я занимался естествознанием И мне было странно, что существовала такая наука Как алхимия Она сейчас наукой не признается Но! Первое. Вся химическая посуда была сделана во времена алхимии Все основные реакции были изучены химически во времена алхимиков Рецептура химическая была придумана во времена алхимиков Только она выражалась не формулами Она выражалась такими туманными словами Как, допустим, появляется какой-то дракон Который кусает собственный хвост На самом деле под этими странными словами Понимались определенные химические вещества А кусание хвоста – это определенная химическая реакция Так и тут Если мы хотим узнать, что именно заимствовало христианство из ведизма Ну, прежде всего, как ни странно, я отмечу крест Вот многие считают, что если кто-то видит крест Это значит христианской религии ничего подобного Крест появляется в ведизме Причем опять многие не предполагают, что крест – это изображение Солнца Более того, мы знаем с вами крест прямой и крест косой Вот для того, чтобы изобразить Солнце Изображался косой крест, который наложен на прямой крест И еще вписан в окружность И вот тогда мы понимаем, что это изображение Солнца Более того, у крестьян это пережиточное изображение Солнца Сохранилось в виде колес телеги Там должно быть восемь спиц И эти колеса обычно вешали в комнате Это не потому, что в амбаре не было места, чтобы там колесо повесить А потому, что это был знак Солнца Ну и Солнце, как вы знаете, называлось Ярила Ну это, наверное, все-таки не самое раннее название Более позднее, но тем не менее, связано с Богом Яром Итак, крест А ведические кресты можно отличить от крестов христианских? Да, можно Первое отличие, если кресты небольшие Во-первых, ведические кресты равноконечны Но мы знаем только мальтийский крест Вот мальтийский крест, как это ни парадоксально, это крест не столько христианский, сколько ведический Потому что он, во-первых, равноконечный И второе отличие, лопасти должны расширяться Самый богатый из этих крестов, богато украшенный, это крест Мары На этот крест наложены каменья Есть центральный камень, есть посередине любой лопасти креста И на концах каждой лопасти, ну, вот, можно посчитать Четыре лопасти, восемь камней, один в центре, где-то камней девять Не меньше Но между ними могут быть еще и мелкие камешки Так что крест Мары, он всегда отличается необычным богатством Более того, есть особый крест Мары Который обычно был не на перстном и не на шею вешался А держался в руках или украшал здание Этот крест представлял собой очень высокий шест Где очень близко к вершине вешалась совсем малюсенькая перекладина Такие кресты тоже мало кто отличает от христианских Хотя это подлинный крест Мары Итак, первое отличие кресты, которое не является христианским А является общим у двух видов религии Дальше, дальше нимб Выясняется, что нимб был и в ведизме Но он был не только у богов, он был и у жрецов Причем жрецы были двух видов Был жрец бога и был жрец храма Жрецу бога полагался нимб, где вписывалось не имя Имя собственное вообще практически не писалось А вот эта должность Что он, скажем, является нимбом, то есть жрецом такого-то бога А был второй вид жрецов, это жрецы храма У жрецов храма была такая прямоугольная в виде квадратика шапочка И на ней был помпончик, немножечко напоминающий помпончик берета Или немножечко похож на шапочку магистра нынешнюю У них уже нимба не было Почему был нимб у жрецов, богов? Потому что они считались людьми святыми, даже при жизни Ну и когда они умирали, им были положены все почести, которые полагаются любому святому человеку Служили они в такой должности, как правило, где-то около пяти лет Позже или раньше, ну, в среднем Итак, это вот второе отличие, это нимб Дальше, одежда Одежда тоже была такая в виде халата Ну, или в виде рясы Ну, особые краски мне трудно сказать Потому что статуэтки чаще всего до нас доходят с облупившейся краской Поэтому в точности сказать, какая игра цвета была, я не могу Но одеяние тоже соответствует Были и браслеты, которые отличали служителей церкви Значит, вот по одеянию тоже было сходство Ну и последнее сходство – это иконы Существовали ведические иконы, которые очень трудно отличить от икон христианских Более того, самая распространенная икона была – это Мара с младенцем Яра Когда произошел переход к христианству И этот сюжет не стали перечеркивать, просто сменили подпись И подпись была – Богоматерь с младенцем Иисусом А изображения были те же самые Более того, выяснилось, что очень на многих иконах христианских Лик Рюрика дохристианский, а он тоже был ведистом Он совпадает с более поздним ликом Иисуса Христа Поэтому для того, чтобы просто перевести лик Рюрика в лик Христа Писали просто Ис, Хс, Ис, Хс Ну и все, и понятно, что это не Рюрика, а Иисус Христос Хотя внутри, на губах, на усах, на волосах можно прочитать, что это люди Я не к тому, что, так сказать, такие заимствования были Я, наоборот, радуюсь тому, что очень многие элементы, они уже сложились до христианства То есть, атрибутика ведь это не самое главное Самая главная суть Ну, а суть какая была? Значит, все люди прекрасно знают, что любая религия, она призывает к миру, к спокойствию К тому, чтобы человек вел себя достойно Чтобы он никогда не делал никаких из ряда вон выходящих негативных действий Короче говоря, чтобы он вел себя, как подобает человеку Ну и ведизм тому же самому учил К сожалению, я не могу процитировать никакую ведическую Библию Потому что до меня пока такая не дошла Есть, правда, Библия Рюрика Но она относится совсем не к мировоззрению и не к вероучению Она относится к военным действиям, которые Рюрик вел в своей жизни Но я надеюсь, что или какая-нибудь металлическая книга, или какая-нибудь металлическая пластина Сообщат нам какие-то основные положения ведической религии Но моя тема боги И я теперь хотел бы отдельно остановиться на каждом боге И рассказать о нем Богиня Макош Ну, название Макош Это название скорее 20 века В 19 веке писали, скажем, Магож И считали, что это мужчина Просто не разобрались Дело в том, что изучение русских богов всерьез началось только с 19 века Возникает вопрос, почему не раньше? А потому что раньше было распространение христианства, причем в его особой форме В форме, которую задал епископ Никон И поэтому не только 17 век, но и 18 век Они в основном не касались предыдущих религий На самом деле культ богини Макоши Это самый древний культ Я думаю, что ему не столетие, ему тысячелетие Причем само имя Макоши Совершенно другое означало Сначала магиня Кто такой маг? Маг это бог или человек, который может с природой делать то, что он хочет Вообще, более понятное определение магии такое Магия это воздействие на плотный мир через тонкий мир Ну, скажем, почему людям что-то достается, если они молятся? Потому что, когда они молятся, они прежде всего воздействуют на тонкий мир И как-то меняют события в свою пользу Причем считается, что чем больше людей молятся, тем более сильный эффект И он не пропорционален количеству в прямой степени Он пропорционален количеству в гораздо большей степени То есть, как бы экспоненциально, по возрастающей Далее Значит, что может сделать магиня? Ну, магиня, очевидно, задает условия вообще всей жизни человеческой Если бы нам удалось найти Как удалось найти книгу Велеса? Книгу Макоши Это было бы величайшим, я бы сказал, археологическим открытием Потому что там должны были бы быть изложены основы жизни человечества Скорее всего, такая книга существует Более того, я даже могу сказать где Когда-то, когда Дрезден еще был не просто славянским, а русским Там был сделан ковчег, который напоминал новгородский храм Почему новгородский? Потому что в Новгороде Новгород вообще превью, яки считался, культурной столицей И там есть надпись, что лежит Книга Дыя и Макоши Но ни книгу Дыя, ни книгу Макоши мы не застали Более того, Дрезден был в свое время разгромлен А то, что содержалось в его церкви Было доставлено в Рим Несколько веков там лежало А потом, как это ни странно, было поставлено в Кёльн И в Кёльне в XVIII веке был такой ковчег Но, к сожалению, позже его заменили А вот на различных гравюрах изображение этого ковчега осталось И вот осталась там памятная надпись Что там была книга Макоши Так что следы этой книги есть Самой книги пока у нас нет Может быть, она хранится в Риме Может быть, ее там нет Это уже другой вопрос Дальше, что интересно У каждого из четырех богов Обязательно существовал собственный храм Более того, существовали специальные камни Ну и существовали зооморфные и орнитоморфные образы Что касается храма Вообще говоря, в бедизме Храмы строились не отдельно, а в комплексе Комплекс храмов назывался святилище И вот центральный храм Это был как раз храм Макоши Ну вот, если брать, например, Стоунхендж Это один из русских храмов Хотя он на территории Англии Храм Макоши в виде овала Внутри большая круглая ограда Большая круглая ограда – это храм Рода И вот внутри находится храм Макоши За что отвечала Макошь? Какие у нее были функции? Ну, это функция – общее проживание Всего человеческого общества Вот если говорить об изделиях И если написано, что они изготовлены в храме Макоши Значит, это изделия с эстетическими свойствами Я так думаю, что эстетическое – это нынешнее Десакрализованное понимание сакрального То есть, все, что эстетично, когда-то считалось сакральным То есть, божественным Скажем, если женщина божественной красоты Значит, она от Бога Значит, это сакральное Если природа у вас вызывает чувство изумления Значит, природа не просто эстетична Она сакральна, то есть, она божественна Но это отличительный признак Ну, как вот, скажем, сейчас Есть художники, они подписывают своим именем И вы понимаете, что это произведение искусства Вот тогда, если стоит штамп храма Макоши Значит, это произведение искусства Теперь, что касается зооморжных обликов Дело в том, что люди считали, что Какие-то божественные свойства Переходят и на животных И в этом смысле Макоши была не исключением Ее обликом был облик медведицы Причем не бурой медведицы, а белой медведицы Каждый сразу подумает, что Если белая медведица, значит, это Приполярные страны Так оно и было Дело в том, что начало русской культуры идет из гипербореи А гиперборея, по наблюдениям очень многих исследователей Это нынешняя Гренландия Нынешняя Гренландия и так покрыта Трехкилометровым слоем льда А когда-то она была вообще на Северном полюсе Я сейчас не буду говорить, из-за чего были передвижения Но, во всяком случае, каждый понимает, что Чем ближе к полюсу, тем больше там белых медведей Ну и у нее есть, естественно Облик в виде птицы Это орел, гордая птица Ну, у меня есть некие другие соображения Я их пока сейчас высказывать не буду Так, это вот, что касается Макоши Когда молились Макоши? Молились Макоши тогда, когда хотели, чтобы жизнь в целом удалась Но у Макоши, как выяснилось, слишком много функций И если для каждой функции иметь отдельное помещение в храме То просто храм будет необъятных размеров Что произошло дальше? Дальше у Макоши появилась жрица по имени Мара Которая она передала свои функции, связанные с тем светом С загробным миром Более того, оказалось, что это не просто загробный мир Это еще мир заземной То есть весь космос Вот космос – это греческое слово Ну, космос означает некое устроение, некий порядок Но по-русски вот этот порядок передавался словом Мара Значит, если какие-то наши воины обладали летательными аппаратами Которые могли покидать землю А у меня есть уже масса следов этих воинов Я могу их целую книжку написать и уже пишу Так вот, следовательно, эти воины вылетали в область Мары А если так, то следовательно, в каком храме они должны были молиться? В храме Мары Таким образом, храм Мары – это был храм, во-первых, любой внеземной жизни Во-вторых, любой древней жизни Которая уже прошла И которая для нас представляется уже мертвой То есть люди умерли, но культура сохранилась Поэтому для той культуры, которая сохранилась от древних времен Имелся специальный отдел в храме Мары Он назывался Сохрана И в этом Сохране хранились не только древности, так сказать, иного времени Но даже древности иных стран Потому что очень трудно было сказать путешественникам, как, так сказать, эти древности сейчас почитаются Или вот они принадлежат древним эпохам и уже на них не молятся То есть вот это очень интересная часть, которая нам помогает понять культуру наших предков Вот вы представляете Многие археологи, когда откапывают храм Мары Они находят эти артефакты в очень хорошей сохранности И всегда они радуются Надо же, как им повезло, что вот нашлись древние, скажем, черепа в такой великолепной сохранности Им в голову не приходит, что Сохран в храме Мары – это музей И были специальные музейные работники, которые и сохраняли все эти артефакты в замечательном состоянии Но как-то современным археологам не приходит в голову, что археология существовала и тысячу лет назад Она по-другому называлась Но это же наша культура И это, конечно, очень интересно освещать вот такую археологию второго порядка Это вот что касается Мары Значит, какие функции у Мары? Ну, первая функция – это погребальная Она, само собой, разумеется Что значит погребальная функция? Ну, вот то, что сейчас у нас называется Бюро ритуальных услуг Это все осуществляли сотрудники храма Мары Помимо погребения они изготавливали те артефакты, которые полагалось хранить вместе с покойником Значит, целая была как бы фабрика для изготовления таких вещей Это и костюм, который в могилу следует, это или для сожжения Но это и какие-то очень небольшие фигурки, которые тоже сопровождали покойников Следующее Мара отвечала не только за смерть, но и за болезнь Отсюда больницы были при храмах Мары Они не обязательно должны были входить в само здание храма Мары, но они всегда опекались храмом Мары Но для того, чтобы появились врачи, их надо было образовать Поэтому образование врачей, вот такое медицинское образование, это тоже храм Мары Более того, это Министерство социального обеспечения Были вдовы, были сироты, ну и так далее Были инвалиды, то есть были обделенные люди Им надо было тоже доставлять продовольствие, одежду и так далее Вот этим тоже занимался храм Мары Откуда он брал, скажем, продовольствие? Он выдавал лицензию на отстрел животных охотникам, а охотники делились частью добычи Ну, очевидно, то же самое было и с тем, что сейчас называется легкой промышленностью То есть, когда шились какие-то одежды, то тоже, видимо, выдавались какие-то лицензии И часть одежды шла именно для распределения между неимущими Ну, вот видите, сколько функций у этого храма Ну, а когда начались полеты на другие планеты, то и тут же и хоронили воинов, которые погибли А погибших было очень много Точно так же и воины, которые принимали участие в различных войнах между Рюриком и Римом В общем, храм Мары был самым богатым храмом И у него было очень много и построек, и артефактов Теперь, что касается зооморфных изображений Самое основное изображение – это не козёл, а козлик Причём, что очень интересно, были и антропоморфные изображения На антропоморфных изображениях Мара изображалась либо молодой цветущей красавицей Просто загляденье Вот Макош так красиво не выглядела, как именно Мара Либо она изображалась дряхлой и противной старухой Вот два типа изображения было А вот если соединить козлика и женщину То получается человек с рожками, с копытцами, с хвостиком, с усами и с бородой Даже если это женщина Это не что иное, как христианский чёрт То есть основой христианского чёрта стало наложение двух видов Мары Антропоморфного и зооморфного Но зооморфных изображений у Мары более чем у кого бы то ни было Обычно зооморфные изображения одно, но максимум два или три У Мары их, наверное, десяток Помимо козлика, там, во-первых, были изображения и кошек, и собак, и лисиц И даже, как ни странно, обезьянок, типа мартышек То есть Мара была многоликой Я думаю, вот в этой многоликости Мары Кроется многоликость её функции Значит, Мара, я добавлю ещё функции Ведала загробным миром и местом в этом загробном мире Значит, если человек хотел в загробном мире получить хорошее место И очень быстро вернуться на землю Он должен был опять-таки посещать храм Мары и ей молиться Ну и самое, что интересно, и то, что мало кто узнает Мара была богиней любого изменения в жизни Вот человек переезжает в другой город Должен зайти в храм Мары, помолиться, чтобы в новом городе ему было хорошо Меняет человек профессию, опять надо зайти в храм Мары, помолиться Женщина выходит замуж, или мужчина женится, опять-таки Намечается ребёнок, опять То есть, иными словами, храм Мары был самый посещаемый А теперь, что касается орнитомошного рика Вот Мара выступает в русских сказках чаще всего Как старушка, летающая на помеле в ступе То есть, как Баба Яга И отсюда её птицы, это гуси-лебеди Заметьте, гуси-лебеди никого не съедают, никого не заклёвывают Это транспортное средство для того, чтобы доставить кого-то к Бабе Яге Или наоборот, от неё куда-то вывезти Ну вот, так сказать, это и её атрибутика Я забыл сказать, что существовали и камни Вот на камнях, камни Макоши, они обладали, как ни странно, целебными свойствами Более того, на них можно проследить трансформацию имени Макоши Сначала писалась Магиня Потом показалось это длинно Стали писать Магуж Потом Магаж Потом Макаж И вот дальше, это уже в 20 веке стали писать Макош Но, скажем, в Прибалтике пошли ещё дальше Стали писать Мокаш И камни стали называться Мокай И получилась ассоциация с чем-то мокрым На самом деле Макош никогда с Мокрой ни с чем не была связана Ну а в христианстве Макош стали почитать под другим именем Под именем Святой Пятницы В славянских странах, ну, допустим, в Болгарии Святая Петка Или в Сербии Святая Петка Более того, есть праздник, праздничный день в неделю в честь Макоши Это Пятница И отсюда идёт пословица «семь пятниц на неделе» Никто не понимает, почему ни семь четвергов, ни семь светов То есть семь выходных в неделю Это, так сказать, мечта Ну а что касается Святой Пятницы То она была покровителем всех сирых и убогих Коллег, нищих И чаще всего рядом с Храмом Пятницы Были вот такие вот анклавы Где проживали нищие, убогие и так далее Ну и, как вы знаете, к ним в праздничные дни нужно было проявлять милосердие, им давать милость и так далее А что касается Мары Я не видел камней Мары Я думаю, это было бы слишком печально, если бы у неё были какие-то камни Что касается Храма Мары То Храм Мары всегда располагался в святилище в виде подземелья Подземелье было расположено как раз под Храмом Макоши И в этом подземелье стояли гробы Вот если говорить о христианском храме, он тоже кое-что заимствовал То есть, Храм Макоши стал алтарём А Храм Мары стал под клетью Где обычно хоронились в гробах самые знаменитые люди Скажем, настоятели храма Или какие-то очень почётные члены данной губернии Или там члены епископата А наверху в самом храме стояли ковчеги Которые обозначали, что там внизу есть гроб Бог Род Бог Род, видимо, не всегда почитался Почему он не всегда почитался? Потому что это Бог родовой связи Бог человеческого совместного проживания А люди не всегда проживали совместно Но прежде всего не всегда проживали совместно мужчины и женщины Это было связано не с характером и не с этносом Это было связано с тем, насколько мужчина мог выполнять свои функции добытчика Самая первая функция добытчика – это человек, мужчина, был охотником И если охота была удачна, то, естественно, семейные связи не рушились А вот тогда, когда начинал пропадать зверь в лесу Ну, какой бы ни был умелый охотник, но если нет зверья, то на кого охотиться? И вот мы застаем такую ситуацию Она сложилась, видимо, в конце где-то десятого тысячелетия Примерно на севере Северной Америки Там очень сильную активность стали проявлять вулканы Вулканы выбрасывали не только тучи тыма, они выбрасывали еще и тучи пепла А пепел развивался ветром на большой округе Если пепел попадал на траву, трава переставала расти И как только начинала исчезать растительность Естественно, стали исчезать и травоядные животные Вслед за ними и хищники, и охотиться было уже не на кого И мы действительно замечаем, что вот такие крепкие сообщества Между мужчинами и женщинами начинают распадаться Мужчины стали жить отдельно, женщины стали жить отдельно И женщины в этом смысле были богатые, они занимались собирательством А мужчины были бедными, потому что охота не всегда приносила им соответствующий урожай Более того, у охотников еще была заповедь Они обычно писали на стенах своих жилищих Живем пять дней Почему пять дней? Потому что если не было холодильника, или если они не варили пищу То мясо пригодно для употребления не более пяти дней Дальше оно просто протухает, и его уже есть небезопасно Поэтому, хочешь не хочешь, каждые пять дней надо идти на охоту А что касается растительной пищи Ну, каждый знает, что она может храниться и месяцами, и даже некоторые виды годами Допустим, в зерно Правда, всхожесть немножко теряется, но в пищу вполне употребима Вот, таким образом, на тот период, когда мужчины и женщины жили отдельно Родовые связи не очень прослеживаются, и тогда бог-род был не очень нужен А вот когда возобновляются родовые связи в связи с тем, что люди переселяются на более плодородные земли Плодородные не только в смысле земледелия, но и в смысле скотоводства Или даже в смысле охоты Тогда, да, тогда бог-род действительно получает полное свое развитие Чем занимались в храме рода? Как это ни парадоксально, в основном строительством и инструментами для строительства Все камни обработаны только в храме рода То есть, были специальные инструменты Причем многие думают, что на камнях писали примерно так, как это показано в сказках Вот, подъезжаешь, там написано налево поедешь, будет то-то, направо поедешь, будет то-то И все эти надписи якобы высечены О, наши предки были тут гораздо более изобретательны Надписи были не столько высечены, сколько либо выпилены пилой Либо они были выпуклыми, то есть, они были налеплены Возникает вопрос, а как можно налепить на камень надпись? Из чего? О, это тоже очень интересно Значит, какую-то часть камня специально измельчали Видимо, были специальные каменные мельницы И потом эту мельчайшую пыль Ее склеивали рыбьим клеем И вот, когда только заливали клей, это была мягкая масса Ее можно было лепить все, что угодно Вот из нее лепили буквы, и их налепляли на камень Потом все это засыхало, и было такое впечатление, что просто сам камень выпуклый Других способов делать выпуклые надписи не было Потому что опиливать камень – это работа гиблая совершенно, нереальная Вот это я к тому, что этим занимался храм рода Значит, возникает вопрос, а почему именно род связан с постройками? Как-то на первый взгляд непонятно Ну как, если появляется семья Значит, у семьи обязательно должно быть свое жилье Это как было сегодня, так это было и во все века Стало быть, вот это важнейшая функция Дальше, храм рода был обычно внешним храмом То есть, вот, я уже говорил, значит, внутренний храм Макоши Подземный храм Мары А вокруг храм рода Почему вокруг храм рода? Род все в себя вмещает То есть, все входит в семью, в род, в племя И вот, почитание рода, уже не Бога, а почитание своего родового гнезда Это одно из древнейших почитаний И мы застаем это у каждого народа Причем, у некоторых народов даже говорится, сколько колен нужно знать Ну, как минимум, там, семь колен Современный городской житель знает, конечно, своих родителей Безусловно, он с ними контактирует основную часть жизни Знает также бабушку и дедушку Но так уже меньше с ними контактирует Иногда знает про бабушку и про дедушку Ну и все То есть, три поколения до себя Четвертое Про бабушку и про дедушку, как правило, не знают Ну, или по наслышке знают А вот пятое, тем более шестое и седьмое Это нужно исследование проводить У нас, к сожалению, сейчас в городах такой традиции нет На деревне другое дело На деревне помнят несколько поколений И вот сейчас такая встает задача Проследить, проследить вот эту родовую связь И это замечательная вещь Почему? Потому что с точки зрения вегизма Нам помогают предки Вот как при жизни родители помогают своим детям Так и после смерти они стараются помочь из тонкого мира Конечно, в тонком мире таких мощностей нет, как в плотном мире Но есть там другие механизмы Механизмы что-то переиграть, что-то переиначить Мысли у кого-то изменить Вот такие механизмы и есть Собственно, этим и пользуются Значит, храмы рода внешние Храмы рода довольно большие Храмы рода обычно на Атшибе стояли А на Атшибе, потому что, сами понимаете, обрабатывать камни в центре города Как-то это не очень удобно А вот где-то на лесной поляне, да, это самое то Но и в силу того, что храмы рода занимали довольно большое пространство Они же были и астрономическими площадками Более того, все вот эти вот созвездия Они писались на специальных астрономических камнях Меня эта тема в свое время тоже очень интересовала Я опубликовал изображения некоторых камней И прочитал на них надписи Созвездия обозначались не так, как греки Их обозначали, то есть названия были, а вот фигур не было Вместо фигур были или кружки, или овалы И на них подписывались названия созвездия Но созвездия назывались немножко иначе Вот если говорить о звездном небе То Макошь изображалась в виде медведицы И на этих овалах написано Большая Макошь, Малая Макошь И понятно, что это Большая Медведица, Малая Медведица Меня также очень заинтересовало Ну а вот полярной звездой не только бывает Альфа Малая Медведица Но и бывает звезда из созвездия Дракона А как Дракон по-русски? Слово-то не русское И действительно, я прочитал Действительно, такое созвездие было И оно называлось созвездием Ящера То есть Дракон это Ящер И отсюда вот понятие Ящерица Это как бы Малый Дракон Так что все соответствует Вот, так что были эти названия Но не было фигур, которые их обозначали Конечно, были известны и все зодиакальные созвездия То есть наблюдение за звездным миром Существует в течение десятков тысяч лет И соответствующие камни Теперь, что касается зооморфного лика Зооморфный лик только один Это лев Более того, очень часто есть изображения Которые очень любили делать В девятнадцатом, начале двадцатого века Перед подъездом изображали крупного льва У которого в передней правой лапе шар Это не мяч, это на самом деле земной шар То есть, бог-род правит всем земным шаром Значит, родовые связи наших богов Они действуют на весь земной шар Очень интересное символическое изображение Что касается изображения орнитоморфного Это птица, как ни странно, утка Почему утка? Мы вспоминаем сказку, что на острове Буяне Было дерево, на котором висел сундук В сундуке был заяц Если убить зайца, то из него вылетала утка А внутри утки находилось яйцо Да не простое, а мировое Но позже Как-то вместо утки Стали почитать другую птицу Которая вытеснила в каком-то смысле Утку в домашнем хозяйстве Это курица И получилось так Вот у меня есть одна книжка славянских авторов Они нашли огромное изображение утки Ну, где-то больше метра Каменное Но подпись была курица И мы с вами знаем сказку про курочку рябу Которая снесла однажды яичко Да не простое, а золотое Золотое – это значит мировое яйцо Ну, мировое яйцо обычно курица несет По славянским обычаям Через месяц после наступления Нового года А Новый год приходится на точку весеннего равноденствия Значит, примерно через месяц Где-то Ну, если 22 марта, допустим, день весеннего равноденствия Это где-то 22 апреля примерно Наступает радуга, когда появляется новое мировое яйцо Из него вырастает новый мир Значит, его несет сначала утка, потом курица Это, еще раз повторяю Орнита – морфные облики бога рода Ну и, наконец, остался следующий бог Бог Яр Бог Яр вот не входит в то семейство Которое было, допустим, в святилищах О которых я рассказывал У него отдельные храмы Дело в том, что бог Яр – это бог Солнца И он как бы, ну, он пронизывает все Так что он не может входить внутрь чего-то Он все собой объемляет Но всегда считалось, что мы абсолютно все получаем от Солнца Раз мы все получаем от Солнца Значит, каково Солнце, таковы и мы Ну и поэтому бог Яр – это бог Яви Значит, вот если Мара – богиня Нави А, допустим, Макош, скорее всего, богиня Прави То Яр – бог Яви А раз он бог Яви Значит, он бог всех новшеств Которые только развитие общества придумало Ну вот, когда появились деньги Значит, он бог денег Когда появились, допустим, стратегии в военном деле Он не бог тактики, а бог стратегии Ну и так далее Когда появляются машинные механизмы Он бог машинных механизмов Ну и так далее Поначалу у него своего заморжного облика не было У него был облик Льва Потом появляется Бык Который на древнерусском языке назывался Тур И отсюда, кстати сказать, весь Туркестан и все Туранцы Они считаются вроде как тоже посвящены богу Яру Дальше появляется и облик в виде оленя Ну, тут трудно сказать, какого Скорее всего, все-таки северного оленя Они немножко различны внешне, но неважно Все равно олень – это бог Яжи Вот это его зооморфный облик Что касается его орнитоморфного облика в виде птицы То это сокол Почему сокол? Сокол – это очень быстрая птица И добыча она бьет с лёта Не когда летит, а когда камнем падает вниз Если сокол промазал, то он может разбиться о землю Он тормозится о птицу, которую он бьет с лёта Поэтому это очень интересная птица И вот она – символ этого бога Яра Ну и есть тесная связь между богиней Марой и богом Яром Многие считали в древности, что богиня Мара – это мать бога Яра Поэтому она часто изображается с младенцем Яром Теперь по производных богах Дело в том, что бог Род Он обычно изображался слева всегда, его западная сторона Позже от него, ну как бы это его другая ипостась Это бог Сварог Бог Сварог считается творцом всей Вселенной И как бы бог Сварог жил в Сварге Сварга – это вот всё мироздание И он же создал землю и всё остальное Ну и позже на этом же месте появляется бог Перун Он тоже обладает космической силой Прежде всего это бог Громовержица Ну и мне было очень интересно В кого какие боги перешли Вот если брать Мару То, ну, во-первых, мы знаем, что такое имя есть Ну, например, у иудеев есть Мара Но есть и несколько видоизменённое имя – Мария Оно, в принципе, распространено по всему земному шару И у меня такое впечатление, что был такой период Когда Дева Мария почиталась Она ещё не вошла в христианство Но она как бы ещё была в лоне ведической церкви Это период Мариинского То есть почитали отдельно Марию Почему католики особо выделяют её не как Богоматерь, а именно как Деву Марию Вот это, видимо, пережиток Мариинства Ну и если мы берём других богов Почитаются ли как-нибудь другие боги Да, вот Бог Велес Бог Велес тоже один из производных богов Но это Бог удачи Вот когда была охота – это был Бог охотничьей удачи Когда появилось скотоводство – это Бог удачи по выращиванию скота Когда скот стал деньгами и можно было рассчитываться какой-то частью стада Он стал богом финансов Когда финансы стали воровать Бог Велес стал богом воров и мошенников То есть его функции мимикрировали в связи с изменением понимания счастья и благоденствия Но когда появилось христианство, естественно, мы не стали почитать Бога Велеса А тем не менее, когда мы начинаем смотреть, кого же мы почитаем так, как когда-то почитали Бога Велеса Но это я уже не на свои исследования ссылаюсь, а на исследования Ускенского, которые были опубликованы в книжке в МГУ Это, оказывается, Николай Чудотворец То есть вот те свойства счастья и чуда, которые были у Велеса, они были перенесены на Николая Вот, также почитается и Бог Перлун Но он почитается уже под другим именем Он почитается под именем Ильи Пророк И есть такое выражение, что Илья Пророк катается по небу, гремит, когда гроза И, видимо, вот у него молния То есть, на самом деле, вся атрибутика у него перуновская Сами понимаете, ни один святой ни на какой колеснице по небу кататься не может А вот ведические боги, они могут находиться на небе Так что это явно атрибутика именно ведического бога Но это тоже вполне понятно Народ не может в одночасье забыть то, во что он верил тысячелетия И поэтому получается, что вот он действительно переносит какие-то свойства В другую религию, на других персонажей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!